Девушки отдыхают Ереван как домой Уважаемый Александр Григорьевич Очень рад Встретить вас в Ереване В столице Армении Завтра у нас намечается Заседание Высшего экономического совета Евразийского Экономического союза Я думаю, что это действительно Очень важное заседание Потому что сейчас С октября уходит в силу Договор о свободной торговле Между ЕАЭС и с Ираном И сейчас, завтра Мы готовимся подписать Аналогичный договор С Сингапуром Это означает, что Круп партнеров Евразийского экономического союза Расширяется И я очень рад Что это происходит Во время Приседательства Ормении в Евразийском экономическом союзе И я уверен, что Это поднимет Предвлекательность И откроет новые возможности Для бизнеса Во всех странах Евразийского экономического союза И я очень рад Этой встрече Потому что мы Сможем обсудить Некоторые вопросы Наших отношений Которые Находятся на довольно хорошем Состоянии Но, конечно, мы всегда Об этом не говорим Что не надо Останавливаться На достигнутом И нужно Дальше развивать отношения И, конечно, Доларусь Наш Стратегический партнер Очень важный партнер И мы очень плодотворно сотрудничаем И надеемся, что это сотрудничество Будет все плодотворнее И плодотворнее Кулы Иванович Спасибо большое За эту встречу Очень важную Которую предваряет Завтрашнее совещание Глав государств В рамках нашего Экономического союза Хочу вас поздравить С очень эффективным Председательством И особенно Я знаю Насколько вы были Заинтересованы И активно работали С Сингапуром По заключению С ними договора Честно говоря Когда Мне доложили О том Что мы должны Заключить С Сингапуром Проработать вопрос Заключения Зоны Свободной торговли Я сказал Ориентируйтесь На Николу Пашинян Ориентируйтесь На Армению Потому что Мы Экономики наши Похожи И не думаю Что Армения Там что-то для себя Будет делать плохо Что навредит Допустим В том случае И нам Поэтому мы Ориентировались На ваши разработки Наработки Хотя конечно Тоже анализировали Ситуацию И всегда Вас поддерживали Вы это Не можете Отрицать Потому что Любое ваше Обращение К нам К нам Мы всегда Поддерживали И должен Вам сказать Что это Наверное Первый случай Когда буквально За год Вы смогли Не просто Продвинуться А выработать Соответствующее Соглашение Откровенно говоря Честно говоря Сингапур Должен Благодарен Быть прежде всего Армении За такое Соглашение Но должен Отметить Что Соглашение Это на пользу Всем государствам В противном случае Никто бы не Рассматривал его Поэтому Очень оптимально Разумно В оптимальные Сроки Было выработано Это соглашение Во-вторых Я Внимательно Слежу Со ситуацией В Армении С точки зрения Отношения К Беларуси Я знаю Что Армяне К Беларусам Всегда Хорошо Относились Это похожие Народы Очень трудолюбивые Многострадальные Народы Вы Очень много Говорите И правильно Говорите О тех Бедах Которые Вы Более Ста лет Ошутили На себе Мы Много Говорим О том Что произошло 75-80 лет Тому назад Во время Геноцида Фашизма Вы знаете В Беларуси Да и армянам Хватило Вот Поэтому История Очень похожа Люди Очень похожи И мы Конечно Заинтересованы В выстраивании Этих отношений У нас сегодня Небольшой Исходя из Нашего потенциала Как вы только что Отметили Товарооборот Но представьте Уже не было Вообще И у нас И у вас Многие считали Ну ладно Не будем Там сотрудничать Ереван Будет сотрудничать Тут С окружающими Государствами Мы тогда Сказали Нет Надо потихоньку Выстраивать отношения И сегодня Вот Уже после того Как вы стали Премьером Я посмотрел Данные 140% Рост Товарооборота Это Очень хорошие Темпы Мы нашли Дороги Мы нашли Пути Особенно Когда стали В Евразес И Я вам должен Вас заверить Что так будет И дальше Мы будем Поддерживать Вас Ваш бизнес В Беларуси Если вам Интересны Наши Наши предприятия Мы к вам Будем приезжать Будем создавать Совместные предприятия Я это говорю К тому Николу Что вы не думали Что у нас Изменилась Политика В отношении Армении Вы знаете Мы будем Если даже Вы откажетесь С нами Сотрудничать Я к премьеру Не дай бог Мы все равно Жестко будем Настаивать На том Чтобы мы были Очень близкими Дружественными Государствами И вы должны Знать о том Что мы всегда Готовы Подставить Армении Плечо Всегда Ну так сложилось Что у меня Вы очень хорошие Друг И Президент Азербайджана Еще С давних Времен Хороший Друг Ну и что Мне сегодня Делать Я С хорошим Очень хорошо Отношусь И к Армении И к Азербайджану И к руководству Азербайджана Еще с тех времен Когда Гейдар Алиевич Был Алиев Мы с ним Начинали Работу И с вами У нас Добрые отношения Вы не переживайте Что мы будем Дружить с кем-то Против Армении Абсолютно Нет Вот Приезжайте в Беларусь Покажите пальцем Что вам надо Мы готовы работать В интересах Армении Поверьте Это Такие отношения Я вот затронул Такую тему Не дипломатично Может Мне не стоило Ее затрагивать Но я не хочу Чтобы между нами Были Какие-то Недомолвки Вы знаете Что Армяне И беларусы Нам Нам придется Их чаяния Выражать Нам придется С вами дружить Потому что Наши народы Дружны И мы с вами Лидеры государств Которые вынуждены Волю народа Реализовывать Мы Я из этого И схожу Это Это вот Не просто разговор Вы должны Поверить В искренность Мою И знаете Что Мы всегда Хорошо будем К вам относиться Как к родным Как к братьям Ваши люди Президент Приезжал С диаспорой Армянской Встречался В Беларуси Задал им вопрос У вас Какие претензии Есть К власти И прочее Ну хоть Ни один армянин Не встал И не сказал Но это армяне наши Что вы знаете Это беларусские армяне Сказали У нас нет Никаких вопросов Ни к президенту Ни к властям Так будет всегда Спасибо Александр Григорьевич За теплые слова Я хочу Подчеркнуть Что Вот вы говорили О договоре С Сингапуром Я хочу Подчеркнуть Что это Действительно Честно Это Плод командной Работы Потому что Все страны Евразийского Экономического Союза Все правительства И Евразийская Экономическая Комиссия Очень интенсивно Работали Над документом Потому что Это Не только Армения И правительство Армении Работает Я хочу Выразить Благодарность За сотрудничество Что касается Примоты Мы договорились Уже давно Что я ценю Это Очень открытый стиль И мы Так и всегда Общаемся И я думаю Что это Очень важно Чтобы у нас В отношениях Не было Темных углов И мы всегда Открыто Все вопросы Обсуждаем Что касается Да Вы знаете Что К сожалению У нас С Азербайджаном Вот Довольно-таки Непростые отношения Прямо скажем Конфликтные отношения И мы Этот вопрос Обсуждали В рамках ОДКБ И Конечно Мы Каждое государство Должно Считаться С собственными Интересами Но Я хочу Подчеркнуть Как мы Говорили Об этом У нас Есть еще И коллективные Интересы И я Очень рад Что мы Способны Вместе Работать И обсуждать Все нюансы Чтобы Прийти К единому Мнению И Конечно Не все Вопросы Простые Нам И И вообще Быть Заниматься Тем делом Которым Мы Занимаемся Это Непростое Дело Я Уверен Что у нас Есть Достаточно Мудрости Достаточно Храбрости И Достаточно Воли Что все Вопросы Решить И Решить Так Что Дружба И Братство Между Нашими Народами Между Нашими Странами Развивалась И Стало Все Теплее Теплее Я В этом Уверен